Судьба и творчества Русского писателя-иммигранта, поэта, переводчика, литературоведа, ученого-энтомолога Владимира Владимировича Набокова Цель нашего урока – дать краткий обзор очерк из жизни писателя, поговорить о романе «Машенька», одном из русских романов, написанных в эмиграции великим писателем и остановиться на теме «Драматизм эмигрантского бытия героев этого произведения». О себе Владимир Владимирович Набоков очень хорошо и трогательно сказал. Я – американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где изучал французскую литературу перед тем, как на 15 лет переехать в Германию. «Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце по-русски и мое ухо по-французски». Я специально выделила другим цветом несколько слов «мое сердце по-русски». Мне кажется, что в этом признании известного писателя таится его ответ. Почему? Спустя многие годы, оказавшись в эмиграции, он будет писать, и в его произведениях появятся русские герои, красивые русские пейзажи, и почему эти произведения будут пронизаны ностальгией по той России, которая навсегда осталась за рубежом 1919 года. Детские годы Набокова прошли достаточно комфортной, уютной обстановке известной интеллигентной семьи Владимира Дмитриевича Набокова. Это известный политик, юрист, человек, который был близок к императорскому двору. Мать Набокова, наследница миллионных состояний Елена Рукавишникова, была дочерью золотопромышленника. Детские годы Набокова были насыщены литературой, искусством. В семье были несколько детей, кроме Владимира еще были две дочери и два сына. Все они хорошо знали три языка – русский, английский и французский. По словам писателя, он прежде научился говорить на английском, а после на русском языке. Детские годы прошли на Большой морской в Петербурге, в достаточно хорошо обставленном, богатом дворянском доме. На лето семья выезжала в Гатчину, там была дача. Именно здесь, на даче, в чердачном помещении Набоков нашел ту книгу, которая стала основой его любви к энтомологии. Это учение о бабочках. И бабочками Набоков занимался до конца своей жизни. Юношеские годы были тоже насыщенными. Это была учеба в Тенишевском училище. Вы хорошо знаете, дорогие одиннадцатиклассники, что это одно из самых престижных учебных заведений Санкт-Петербурга. В 1916 году, за год до того, как Россию потрясли серьезные изменения, он публикует первый сборник стихи, в котором 68 его лирических произведений. Кстати говоря, этот сборник никогда больше переиздан не был. Он получил миллионное наследство от умершего дядюшки в 1916 году, накануне революции. А вот когда Россию сотрясли исторические события, семейство Набоковых переехало в Крым, к нам, в Ливадию. Вы хорошо знаете, что в Ливадии даже есть дом, в котором останавливалось семейство. Семья Набоковых очень долго надеялась на то, что революция 1917 года не закончится таким развалом, не принесет столько трагических изменений. И поэтому несколько лет они находились у Черного моря на южном берегу Крыма в надежде, что все уляжется и они вернутся. Кстати говоря, здесь, в Ялтинском вестнике, одной из известных газет, публиковались первые произведения Владимира Набокова. Но в 1919 году, когда стало понятно, что ничего не изменится, семья эмигрировала. Родители осели в Германии, а Набоков получил образование в Кембриджском университете. С 1922 по 1937 год он живет в Германии. 1922 год стал роковым. Был убит отец, которого Владимир Владимирович очень любил и с которым был дружен. С этого момента Набоков перестал верить в Бога и неоднократно в последствии своих произведений подчеркивает такой вот нарочито показной атеизм. Несколько произведений, которые написаны на слайде, создавались в эти годы. Думаю, что уже привлекло внимание название «Аня в стране чудес». Это перевод Владимира Набокова, известной сказки Льюис Кэролл «Алиса в стране чудес». Ну, Аня – вот такая интерпретация нашего писателя. И, конечно же, в 1926 году, через год после женитьбы, Владимир Владимирович пишет очень проникновенный, трогательный, такой пронзительный, я бы сказала, в любовном плане роман «Машенька», который посвящает своей любимой супруге. С ней он был в браке только год, но именно ей посвятил это произведение. В последующие годы Набоков жил во Франции и в Штатах. Все эти годы были насыщены не только писательской деятельностью, он преподавал достаточно активно в университетах, он был талантливым литературоведом, занимался переводами. С 1938 года Набоков не пишет ни одного романа на русском языке, поэтому тот первый слайд, который вы видели, начался с фразы «Я – американский писатель, рожденный в России». Несколько крупных произведений этого периода не принесли ему благополучия материального. А вот скандальная «Лолита», ставшая позже бестселлером, была написана в 1955 году и принесла не только материальную основу, но и стала основой скандала, который обернулся тем, что Набоков не получил Нобелевскую премию. Нужно сказать, что в течение четырех лет, с 1963 года, Набокова номинировали на получение этой премии. Даже Александр Исаевич Солженицын, получивший ее в свое время, в 1972 году обращается к Королевской шведской академии с просьбой все-таки наградить Набокова как одного из самых ярких писателей современности. И только в 2014 году мы узнали о том, что один из членов этой Королевской академии твердо стоял на следующей позиции. Автор скандального и успешного романа «Лолита» никогда не будет удостоен Нобелевской премии. Его слова оказались праведными, и действительно, Набоков не получил ее, к сожалению. На слайде вы видите фрагмент из известного художественного фильма, который был снят по этому бестселлеру в 1997 году, режиссера Эдриана Лайена. Рекомендую вам в свободное время прочитать эту книгу и понять, что же за скандал охватил весь мир после того, как мы стали читать это произведение. Оно достойно вашего внимания и открывает еще одну сторону писательской манеры, писательского творчества нашего автора. Далее мы говорим о том, что в последующие годы, в достаточно большой промежуток времени, до конца жизни Набоков жил в Швейцарии. Он занимался переводами. Думаю, что вы не знаете, а сейчас наверняка обратите внимание на следующий факульт. Набоков перевел на английский язык крупнейшие произведения русской классической литературы, роман Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина, любимый мною очень роман Лермонтова «Герой нашего времени» и «Слово о полку Игореве. Основа основ нашей русской классической литературы». В одном из писем, в одном из стихотворений Набоков утверждал, «Я никогда не вернусь в Россию, не думаю, чтобы там знали мои произведения». Он глубоко ошибался, потому что многие произведения появились уже в 60-е годы прошедшего столетия, и мы с удовольствием их перечитывали в сам издате. Если говорить о романе «Машенька» с таким вот красивым пушкинским названием, вы помните и хорошо знаете, что любимое имя Александра Сергеевича Пушкина, любимое женское имя – это «Машенька». Так вот, если говорить об этом романе, то прежде всего нужно отметить его эпиграф. «Воспомня прежних дней романы, воспомня прежнюю любовь». Это цитата из пушкинского Евгения Онегина. Наверняка вы ее все помните. Нужно сказать, что композиция романа заимствована из произведений русской классической литературы. Но прежде всего это возвращение в прошлое, это попытка восстановить то счастье, которое когда-то было. Помните, Онегин, вернувшись после долгих скитаний, увидел красивую Татьяну Ларину замужем за русским боевым генералом 1812 года. Что делает наш герой? Пытается восстановить с ней свои отношения. Напрасно. Григорий Печорин, бросившийся догонять княгиню Веру, единственную женщину, которую он любил, но которой всегда мешал жить, и который еще раз сломал жизнь в последние годы ее жизни. То же самое делает Лев Ганин и с главной героиней Машенькой. Только здесь никто никому не будет ломать жизнь, потому что история вмешается в личные отношения этих героев. Но попытка повторить конфликт классических произведений, мы видим, эту попытку мы видим однозначно в романе 1926 года, написанного на русском языке американским писателем Владимиром Набоковым. Нужно сказать, что композиция построена на приеме ретроспекции. Вы знаете, что это возвращение в прошлое. Вот эта ретроспекция начинается с третьей главы. Что делается до третьей главы? До третьей главы повествуется о германском пансионе, где живут русские эмигранты, их несколько человек. Они все в таком состоянии разбитом после исторических событий в России. И вот находятся здесь. Ведут себя по-разному, образ жизни у них у каждого свой. Главный герой Лев Ганин, который эмигрировал в Германию после всего, что произошло в России, живет здесь несколько месяцев. Но находится на грани того, что должен уже уехать оттуда, потому что ему надоели непонятные отношения с Людмилой, его любовницей. И вдруг он неожиданно узнает о том, что должна приехать жена одного из постояльцев. На фотографии он узнает свою любимую, ту, которая осталась в его ярких воспоминаниях. И вот в третьей главе романа начинается прием ретроспекции. Ганин вспоминает лето 1915 года, когда он был юношей на даче под Воскресенском. Он лечился после ТИФа, восстанавливался. Великолепные российские пейзажи, изумительный интерьер дворянской усадьбы, солнечное лето, красивые ночи. И вот на этом фоне знакомство с молодой и обаятельной барышней. Естественно, первая любовь. Лето 1917 года, вторая встреча, встреча в вагоне поезда. Кстати говоря, как многие мужчины, наш герой оставил свою возлюбленную, твердо убедившись в том, что он больше к ней не вернется. Что это было только такое романтичное мимолетное увлечение. Летом 1917 года он встретился с ней случайно в вагоне, и вдруг понял, что это любовь, не мимолетное увлечение. В 1919 году он получает пять писем от Машеньки, в одном из которых Машенька и пишет о том, что выходит замуж за такого-то человека и описывает его. Вот по описанию позже Ганин восстановит, что это и будет Алферов, с которым судьба свела его в Берлине, в этом пансионе. На экране вы видите фрагмент художественного фильма, единственной экранизации этого романа Набокова. Экранизация была сделана еще в Советском Союзе в 1991 году. Режиссер Тамара Павлюченко, но думаю, что все вы уже узнали главную героиню, которую исполнила в этом замечательном фильме Анастасия Заворотнюк. Итак, прием ретроспекции мы с вами повторили. Далее я предлагаю обратить внимание на фабулу романа. Значит, фабула романа трехчастная. Три части в этом произведении, глав гораздо больше. А вот фабулу можно разделить на три части. Посмотрите, пожалуйста. У нас есть реальный роман Ганина с Машенькой. Он непродолжительный, он такой вот искрометный, он такой интересный. Но он остается в реальной жизни, и Машеньку мы никогда не увидим в этом романе как действующую героиню. Она будет только восстанавливаться в памяти у нашего героя. Роман в письмах в период гражданской войны. И роман в воспоминаниях в период эмиграции в Германии. Трехчастная фабула откроется вам при прочтении этого романа. Действие длится всего семь дней. Семь дней – символическая цифра у Набокова. Это библейская цифра. В воскресенье он знакомится с Алферовым, Лев Ганин. Только в ночь с понедельника на вторник видит фотографию. Роман в воспоминаниях длится вторник, среду, четверг и пятницу, когда Ганин замышляет увезти Машеньку. Но утром в субботу, когда он перед тем напоил Алферова и знал точно, что Алферов никогда не пойдет на вокзал, утром в субботу до Ганина вдруг доходит, что он больше не встретится с той Машенькой, которую любил. Машеньки больше не будет. На железнодорожном вокзале он уезжает, не дождавшись экспресса, который приходит с севера Германии. Особенность его мировосприятия – это мир теней. Он сам как тень, находясь за границей. И люди, которые с ним живут – семь русских потерянных теней. Что показывает нам Набоков трагедию русского человека, лишенного Родины. Если говорить о Машеньке, то это вся Россия. Это символический образ. Это Россия, это юность, это любовь, это Родина, которые были потеряны в октябре 1917 года. Персонажи, с которыми встречается Лев Ганин, вы видите на слайде. Каждый из них имеет определенную смысловую нагрузку в романе. Сквозь призму каждого воспринимается та трагедия, с которой столкнулись наши люди, оказавшись за границей. Роман Набокова достаточно философский, он символический. Прежде всего он говорит о том счастье первой любви, которую потерял Лев Ганин. Ну а потом уже, наверное, о том, что мы потеряли эти люди, эмигранты, первой, второй, третьей волны русской эмиграции, потеряли, безусловно, и себя, когда покидали любимую Родину. Самая главная философская мысль этого произведения – роман с Машенькой кончился навсегда, другой Машеньки нет и не может быть. Вся иллюзия счастья закончилась в тот момент на железнодорожном вокзале, когда Ганин решается уезжать. Владимир Владимирович Набоков в одном из своих стихотворений писал «Наш дом на чужбине случайный, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной России всегда окружен». Эти мысли пронзительные и проникновенные показывают то состояние русской эмиграции, которое испытывали люди, оставшиеся без России. Посмотрите, пожалуйста, на последний слайд. Я предлагаю вам домашнее задание с такими проблемными вопросами, которые позволят восстановить в памяти то, что вы прочитаете, и то, о чем я вам рассказала. Попробуйте ответить на вопрос, в чем драматизм жизни русских эмигрантов в романе Владимира Набокова. Согласны вы ли с утверждением, что герои Набокова не такие, как все? Подумайте, в чем необычность Ганина? Почему он вдруг воспринимает все, как тени? Объясните смысл названия романа «Машенька». Почему уменьшительно-ласкательная «Машенька»? Сколько кроется за этим словом? Не только любимая, но и родина. Не только любимая и родина, но и люди, которые потеряли самое себя. Вот такое трагическое бытие русских эмигрантов изложил Владимир Набоков в одном из самых известных своих произведений и любимых произведений мною очень – романе «Машенька». Спасибо за внимание. Я настойчиво рекомендую вам прочитать не только этот роман, но и все-таки взять в руки бестселлер «Лолита». Если нет времени, посмотрите экранизацию этих произведений, получите огромное удовольствие. До свидания. Здравствуйте, 11-ти классники. Сегодня мы с вами на уроке будем решать задачи на комбинацию многогранников и тел вращения. Нам известен уже целый ряд тел вращения и многогранников. Известны формулы для расчета объемов этих тел и площадей их поверхностей. Многогранники, тела вращения – многим кажется это очень сложным и скучным. Обратите внимание, как искусно и умело используют эти фигуры природа. Простейшие организмы и сложные устройства пчелиных сот – это многогранники. Полезные ископаемые и камни – это тоже многогранники. Ювелиры для того, чтобы увеличить блеск драгоценных камней, придают им формы многогранников. Древние ученые, в том числе и Пифагор, вывели многие свойства для правильных многогранников. Художники всегда используют и привлекают в своих картинах использовать многогранники. Их можно увидеть в картинах Эшера и даже в картинах Сальвадора Дали. Все человечество любуется великими пирамидами и сооружениями древних архитекторов. Современные архитекторы тоже используют в своих идеях многогранники. Посмотрите, комплекс Азриэли в городе Тель-Авив использует классические фигуры. Это и цилиндр, и призмы треугольные, и четырехугольные. Коммерческая башня Нью-Йорка тоже представляет собой очень оригинальный многогранник. Причудливые формы многогранники в зданиях в Австрии, Дании, Сингапуре, Нидерландах также привлекают туристов. И комплекс Москва-Сити тоже в своей основе имеет формы многогранников. И тел вращения. Инженеры умеют восплощать все эти идеи в жизнь, зная определенные правила и законы. Мы с вами любуемся всей этой красотой и восхищаемся знаниями и умениями людей. Но все всегда начинались с малого. И мы с вами также потихонечку учимся видеть красоту математических вычислений на уроках геометрии. Итак, для разминки рассмотрим первую задачу. Куб объемом 216 тысяч описан около сферы. Найдите радиус сферы. Для решения этой задачи мы будем использовать формулу объема куба. Здесь используется комбинация двух фигур – куба и шара. Итак, объем куба рассчитывается по формуле В равно А в кубе. Подставив значение 216 тысяч, мы можем увидеть, что это число составляет 60 в кубе. Значит, ребро куба будет равно 60. Поскольку шар вписан в куб, это значит, что ребро куба будет равно двум радиусам шара. Зная это, мы можем рассчитать радиус сферы. Он будет равен 30. Следующая задача тоже на комбинацию этих же тел. Шар, объем которого равен 6π, вписан в куб. Найдите объем куба. Здесь нам понадобится, кроме формулы объема куба, еще и формула объема шара. Как и в предыдущей задаче, мы можем заметить, что ребро куба в этом случае будет равно двум радиусам сфер. Поэтому формулу объема куба мы запишем через радиус шара. Это будет 8r в кубе. Далее, формула объема шара 4 третьих πr в кубе. Подставив значение объема шара 6π, мы можем выразить отсюда радиус в кубе. Он равен 9 вторых. Не будем торопиться извлекать кубический корень, поскольку для расчета объема куба нам нужно подставить его значение в формулу. И в итоге мы получаем объем куба, равный 36. Следующая задача – это задача номер 713 из учебника Атанасяна. Стаканчик для мороженого конической формы имеет глубину 12 см. И диаметр верхней части 5 см. На него сверху положили 2 ложки мороженого в виде полушарий диаметром 5 см. Переполнит ли мороженое стаканчик, если оно растает? Мы можем заметить в этой задаче, что 2 ложки мороженого в виде полушарий – это означает, что положили полностью шарик мороженого. Поэтому мы будем говорить о фигурах шар и конус. Заметим, что диаметр шара и диаметр основания конуса один и тот же. Значит, радиус этих фигур будет один и тот же и будет равен 2,5 см. Запишем формулу объема конуса 1 треть πr квадратно h. Подставим все необходимые значения в эту формулу, но не будем торопиться вычислять. Распишем объем шара 4 третьих πr в кубе. Подставим значения. А теперь решим задачу таким образом. Определить, переполнит ли мороженое стаканчик, можно, сравнив объемы этих фигур. Но сравним мы в виде отношения. Найдем отношения объема конуса и объема шара. Запишем эти формулы, подставим значения и проведем сокращение. Сократим числа и оставим в числителе 12, а в знаменателе 4 умноженное на 2,5. Это будет 10 и получим в итоге 1,2. Это означает, что объем конуса больше объема шара в 1,2 раза. Значит, если мороженое растает, то стаканчик оно не переполнит. Ответ – мороженое не переполнит стаканчик. Следующая задача, которую мы рассмотрим, это задача олимпиадного характера. Можно ли на ребрах произвольного тетрайдера написать по положительному числу так, чтобы сумма чисел на ребрах каждой его грани была бы равна площади этой грани. Эта задача имеет интересное решение, если мы возьмем комбинацию фигур. В этом тетрайде мы расположим шар. Шар будет вписанным. Это означает, что он будет касаться всех граней тетрайдера. И эти точки касания для двух граней мы обозначим К и П. Что это значит? А это значит, что отрезок ДК и ДП будут равны, как касательные к поверхности шара. И БК будет равно БП, тоже как касательные. Значит, треугольники ДКБ и ДПБ будут равны по трем сторонам. Ведь ребро ДБ у них общее. Это значит, что площади этих треугольников будут равны. Тогда на ребре ДБ мы запишем число, равное площади треугольника ДКБ. Аналогично мы поступим с ребрами ДА. На нем запишем площадь треугольника ДКА. И на ребре АБ мы тоже запишем площадь треугольника АКБ. Это значит, что сумма чисел на ребрах грани АДБ будет равна сумме площадей треугольников, расположенных на этой грани АДК, ДКБ и АКБ. То есть площади всей грани. Ответ на эту задачу – можно ли найти такие числа? Можно расположить такие числа на ребрах грани. Итак, мы сегодня на уроке с вами рассмотрели несколько задач на комбинацию геометрических фигур. Домашним заданием вам будет решать задачи геометрического характера на сайтах FIPI и решу.ег. Успехов вам! До свидания! Здравствуйте, 11-классники! Мы продолжаем изучать биосферу. Тема урока «Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения». Напоминаю, что мы работаем по крымской программе «Учебник Сухоруковый». Сегодня мы изучаем эволюцию биосферы, глобальные экологические проблемы и пути их решения. Изучаем последствия деятельности человека на окружающую среду, проблемы устойчивого развития биосферы и правила поведения в природной среде. Биосфера – это экосистема, которая изменяется и развивается. И главными факторами, включающими в эволюцию биосферу, являются это естественные геологические и климатические изменения на планете, изменение видового состава, количество видов живых организмов и развивающаяся деятельность человека. Обратите, пожалуйста, внимание на эти основные, главные факторы развития биосферы. В эволюции биосферы выделяют четыре основных этапа. Первый этап – этап биогенеза. Появляются первые живые организмы – первичная биосфера. Эти организмы живут на дне водоемов. Они питаются синтезированными органическими веществами, которые образуются у поверхности водоемов. Жизни на суше нет, потому что атмосфера первичная, восстановительная. В ней нет озонового слоя Земли. Второй этап – это возникновение фотосинтеза и аэробного дыхания. Этот этап длится до конца палеозоя. Появляются в последующем эукариотические организмы. Движущим фактором является биологическая эволюция. Жизнь поднимается ближе к поверхности воды, но суша по-прежнему безжизненная, потому что в атмосфере еще очень тонкий озоновый слой, который не может защитить живые организмы от уничтожения. В конце палеозоя формируется достаточное количество озона и становится, возможно, жизнь на суше. Увеличивается видовое разнообразие живых организмов, биосфера усложняется. Ну и, конечно же, темпы образования кислорода сравниваются с темпами потребления кислорода организмами. Движущим фактором развития биосферы является биологическая эволюция. Третий этап развития биосферы – это формирование человеческого общества. Связан он с превращением биосферы в ноосферу. Мы живем в период развития антропобиосферы. Изменение биосферы в результате трудовой деятельности человека. Этот этап характеризуется истощением природных запасов, антропогенным изменением ландшафта и загрязнением окружающей среды. Человечество активно повлияло на круговорот веществ. Продолжается активное потребление угля, древесины, торфа, водных ресурсов, истощается почва. Это приводит к изъятию из круговорота веществ различных соединений. В результате уменьшается устойчивость биосферы. Для поддержания ее стабильности запускается антропогенный круговорот веществ. Антропобиосфера усиленно развивается, расширяет свои границы, поднимается до околоземного пространства над озоновым слоем. При этом неравномерно используются природные ресурсы. Ну и люди удовлетворяют свои материальные потребности, производя при этом отходы, нарушая естественные процессы в окружающей среде. Основные опасности, возникающие в антропосфере, это неуклонное ускорение своего развития, рост природно-экономических, социально-политических проблем, снижение эффективности природных охранных механизмов, увеличение количества экологических кризисов. Есть и положительное влияние человека на антропобиосферу. Это введение новых пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов. Это создание искусственных биогеоцинозов. Это непосредственно интродукция новых видов организмов в несвойственных для их проживания областях земной поверхности. Последний этап развития биосферы – это этап ноогенеза. Антропосфера изменяется в ноосферу благодаря победе экологическому мышлению общества. Когда на смену деятельности под девизом «Всё для человека», придёт политика под девизом «Всё для природы». Владимир Иванович Вернадский сказал, «Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой, и перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободомыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся и есть ноосфера». Перед современным обществом стоит один из главных вопросов – способна ли биосфера сама сохранить себя при возрастающей антропогенной деятельности или функцию сохранения биосферы надо взять самому человеку. Это не случайно. Эволюционные изменения в биосфере происходят медленнее, чем антропогенные, а саморегуляция биосферы на основе естественных механизмов становится практически маловероятной. Для устойчивого развития биосферы надо решить ряд актуальных проблем. Вот некоторые из них. Это отказ от нерационального роста потребления природных ресурсов, рациональное использование ограниченных ресурсов с максимальной переработкой отходов пользования, внедрение технологий, направленных на сбережение природных, энергетических ресурсов, а также различных материалов, сохранение стабильности социальных и культурных систем, сокращение числа конфликтов между людьми, адекватное распределение благ между людьми, обеспечение целостности биологических и физиологических природных систем, защита природных систем от агрессивного антропогенного воздействия и максимально возможное смягчение воздействия выбросов различных предприятий на окружающую среду. В 1987 году была принята Международная декларация принципов развития современного общества в 21 веке. Это хартия земли. Основные принципы устойчивого развития – это уважение природы, всеобщие права человека, социальная и экономическая справедливость, культура мира. Особое внимание уделяется градостроительству и территориальному планированию. Развитие человечества требует особых правил экологического поведения. И начинаются они, конечно, с НАСА. И самое главное правило из множества – это не наносить вреда экосистемам. При подготовке к ЕГЭ обратите, пожалуйста, внимание на следующие главные закономерности. Итак, какие три главные факторы, влияющие на эволюцию биосферы? Это естественные геологические и климатические изменения на планете Земля. Это изменение видового состава и количества животных в процессе биологической эволюции. Это развивающееся человеческое общество. Назовите главные негативные последствия преобразования биосферы человечеством. Здесь надо раскрывать вопрос в трех направлениях. С точки зрения истощения природных запасов, с точки зрения антропогенного изменения ландшафтов и обязательно раскрыть загрязнение окружающей среды. Еще один вопрос, который может быть на ЕГЭ. Почему остро стоит вопрос о способности биосферы к самосохранению? Потому что эволюционные процессы в биосфере протекают медленнее, чем антропогенные изменения. Мы рассмотрели с вами главные экологические проблемы и пути их решения и эволюцию биосферы. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин